Ищите прежде Царствие Божие и правду, и все остальное приложится. Останавливая ваше внимание на этих словах Спасителя, хотелось бы напомнить вам то, что сказал Христос, есть истина абсолютная. Царствие Божие есть. И если бы Его не было, Христос не благословил бы первым своим последователям Его искать. Оно закрыто, а потому искать Его нужно. Оно невидимо человеческим взглядом, ибо Его увидев, наверняка не просто искать, а пошли бы туда все. Но Христос не открывает Его на время, Он говорит, ищите, ищите. Причем Он поставляет этот поиск на первое место и говорит, ищите прежде всего, «Потому что то, что я приготовил для вас, самое дорогое, самое бесцельное, самое святое, чего вы видите только от голоски, лишь отбрезок земного благословения, свет, радость, тепла, любви. Это только начатки того удивительного Царства, которое приготовил Бог, любящий Его». Вот потому, дорогие братья и сестры, хотелось бы сегодня пожелать всем нам искать Царствие Божие, как человек, оказавшийся во тьме, ищет свет. Мы часто с вами оказывались в условиях, где совершенно нет света. Мы как бы нахошу пытались найти выход из этого положения, и найдя его, радовались, вот, мы вышли на свет. Как иногда нам хочется вздохнуть свежим воздухом, особенно в жаркую кровь или там, где ему не хватает. И когда вдруг выйдем, вдохнем полной прохлады воздуха, говорим, «Господи, хорошо каково!» Наши легкие насытились кислородом. Человек, который жаждет, как радостен, когда, наконец-то, возьмет, пускай даже какую-нибудь старенькую алюминиевую кружку чистой, колодезной воды, напьется им и поблагодарит Господа. Вот жаждущая душа ищет воды. Глаза наши ищут свет, голодный человек ищет насыщение. Прежде всего, как тот, который голоден, ищет удовлетворение своей потребности поесть, как тот, который жаждет, ищет удовлетворение утолития, как тот, который попал во тьму, ищет света, как тот, который жаждет свежего, чистого, светлого воздуха, вот так и вы, говорит Христос. Ищите прежде всего этого великого, царское, приготовленное любище. А как же оно все воскликнуло, Господи? Ведь мы живем в миру, посмотрим о том, как люди суетятся, все достают, что-то покупают, зачем-то гоняются, что-то продают, что-то покупают, ссорятся, разводятся, ссорятся, разводятся. Разве этого всего вы лишены, Господи? Нет, говорит наш Спаситель. Это все приложится вам, если вы будете в первую очередь искать небесное. Ибо если вы забудете о небе, то и все земное потеряете. А если будете искать небесное, то все это, не сомневайтесь, так сказал Христос, приложится. Вот мне хотелось бы в этот воскресный день пожелать, чтобы мы почувствовали близость к Царству небесного. Об этом говорит все Иван, покажется, ибо приблизилось к Царству небесное. А мы говорим, нет, это когда-то, это когда-то далеко, это не скоро, оно очень близко. Оно сегодня рядом с нами. Сегодня, можно сказать, каждый из нас с вами был в этом местном Царстве. Потому что присутствовать на литургии и причащаться святым Христовым Таинствам, это уже быть в Царстве Бога, который уже есть на земле. Хотелось бы пожелать вам, чтобы мы как можно чаще посещали Дом Божий, Храм Господень, который есть, Дом Отца Небесного на земле для нашего с вами спасения. Приготовленный, построенный, освященный, благовековенный. Вот этот всемирный вирус, это тоже Божие предпущение, чтобы люди подняли глаза своих небов и сказали, Господи, что же мы делаем? Ты есть, а мы забыли на Тебе. Ты приготовил нам Царство, а мы убегаем от Него. Ты говоришь, чтобы мы искали Его в первую очередь, а мы ищем всего, что угодно, только не Твоего, Господа Царства. Вот потому и происходит все то, что вокруг нас сегодня окружает. А потому мы с вами, христиане православные, как соль земли должны чаще собираться вместе. Я также хочу призвать вас, где бы вы ни оказались, куда ни вы ехали, каждое воскресенье будьте среди верных, среди христиан, среди православных верующих людей, в храмах Господа. Молите Господа во спасении всего мира, потому что на нас, христианах, великая ответственность сегодня, дорогие братья и сестры, закончить не хотелось бы снова словами Христа, потому что Его Слово это единственное, что сегодня может утешить нашу истомившуюся больную душу. Он говорит христиане, вы соль земли, и если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже не будет пригодна людям, как только выбросить ее вон на попрание людям. Вот потому я прошу вас, Дед православный, наших приказаний, и передайте всем христианам, хрещеным, мы соль земли, мы должны осолять соль, солью своей веры, то есть как соль осоляет продукты, чтобы не пропали, чтобы не затухли. Вот так этот гниющий уже в грехах мир должен быть осолен, хорошом, любовью к каждому христианину. Вот потому, дорогие, постараемся жить по христианскому. Пусть весь мир разлагается, пусть он погибает, и мы видим, как он катится вниз, а христиане должны смотреть вверх, потому что так сказал Господь. «Земное все пройдет, земля и все дела на ней сгорят», говорит священный писатель, «а вы ищите их место». И все, что нужно для короткого вашего земного пути, обязательно будет. И ничего на этом пути не будет. И напомню вам слова Григория Палама, который так и сказал, что христиане, особенно в последних времен, ничего не боялись, ни болезней, ни испытаний, ни войн, потому что они будут, так сказал Христос. И народ пойдет на народ, и царство на царствие по причине умножения беззакония, но многие попадеют в море. Будут и моры, и глады, вы слышите? И моры будут. Разве они уже не идут? А вы, христиане, весольцы грим, вы этого не боитесь, ибо Христос приготовил вам царство. И не надо бояться в него перейти. Все христиане желали перейти в царство Бога. Они всеми силами и возможностей своих привязывались только к земному. Вот почему Георгий Баламай говорил, если мы будем вести жизнь развратно, то кто поверит нам, что Дева родила сына и осталась Дева? Кто поверит нам, что Христос воскрес и смертный, и все христиане в воскресенье для того и собираются прославить победителя смерти Христа, если мы, христиане, будем бояться смерти. Ведь смертью, смертью Христос победил, и верующим в Него даровал жизнь вечную. Вот к этому источнику вечной жизни приходите, каждый из всех, наполняйте свою душу, как кислородом легкого, силой веры. Наполняйте сердце свое светом евангельской любви, читайте Дома Евангелия, молитесь Господу, не забывайте о молитве, особенно в эти непростые дни. И будем все вместе, где бы мы ни были, славить нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, который не скрыл от нас Свое Царство, а приготовил. И сказал, если будете искателем, то обязательно его прячете. Вот этого желаю всем вам. Царство и вам Божие. Уже здесь, на земле, искать, а после коротенькой, и времени жизни, каждого из нас его наследовать. диктор. Вот так вот. Аминь. Аминь. Аминь.